КОНФЛИКТЕ НА КВЖД КОНФЛИКТЕ НА КВЖД КОНФЛИКТЕ НА КВЖД Это сформировалось весной 1924 года в боях против еще памятного нам Лужунтхина, который был главой старой гуансийской группы. Пытался с помощью Пекина, тогда еще баянского правительства, закрепиться в Гуанси, но был разбит. И, соответственно, с тех пор они там контролировали территории. Они сыграли большую роль в северном походе. Бай Чхун Си, выходец из этой группы, был начальником штаба Национальной революционной армии и комендантом Шанхая во время апрельских событий 1927 года, когда Чен Кайши принял решение разорвать союз с коммунистами и провести небольшой белый террор. Соответственно, это была важная часть соратников Чана. Тем не менее, они также в 1929 году выступили против него, были разбиты, но кончилось это для них довольно легко. Они сохранили свои территории армии. И через несколько лет они опять были готовы воевать, но на фоне вторжения Японии в Китай, о чем мы с вами скоро поговорим, мы решили отложить свои амбиции до победы и превратили Гуанси в образцовую провинцию, которая потом дала республиканской армии во время войны сопротивления Японии огромное количество как войск, так и ресурсов. Крупным конфликтом между Чен Кайши и военными правителями полуподконтрольных ему территорий была так называемая война центральных равнин, хотя, конечно, это война центральной равнин. Здесь имеется, собственно, эта Великая Китайская равнина. Она заняла время с марта 1929 по ноябрь 1930 года. И было это связано с выступлением против Чен Кайши двух известных нам генералов. Это был Фэн Юсян, который, надо сказать, после победы Северного похода получил от Чен Кайши посты председателя исполнительного юаня и военного министра, но, тем не менее, хотел большего. К нему привыкнул Ян Си Шань, который правил в Шань Си. А с точки зрения политического прикрытия на их стороне выступал Ван Зин Вэй, который, как всегда, пытался использовать любой способ, чтобы одержать, добиться реванша на Чен Кайши. Пока войска Чен Кайши воевали с армией Фэн Юсяна, Ян Си Шаню даже удалось занять Дзинань и провозгласить себя президентом, а Ван Зин Вэй премьером даже вышел в журнал «Тайм», где на обложке была фотография Ян Си Шани с подписью «Новый президент Китая». Но длилось это недолго, Чен Кайши его тоже вскоре разгромил, он был вынужден бежать в Далянь. Всего, так мы это все кратко описали, но в целом это стоило жизни примерно 250 тысяч человек с обеих сторон. В основном потери пришлись на армии Гуминзюнь Фэн Юсяна. Часто эту войну центральной равнины считают концом эры военных правителей, про которые мы с вами в свое время довольно много говорили. И, в общем, в чем-то, наверное, это так. Причем надо отметить, что несмотря на то, что до 250 тысяч человек погибло, и вроде как это все-таки такой громадный конфликт, за который стоило бы мстить, но почти все участники довольно легко отделались. Ян Си Шаню разрешили вернуться в Шанси в 1931 году. Во многом здесь его поддержал Джан Сюэлян. Фэн Юсяна тоже простили, хотя и, естественно, не вернули на важные посты, но тем не менее. Надо сказать, что во многом здесь, в этой войне Чен Кайши помогла поддержка Джан Сюэляна. И в награду за это, и во многом, чтобы его несколько утешить за отсутствие поддержки во время конфликта на КВЖД, Чен Кайши передал ему под опеку Бэйпин. Так, собственно, с 1928 года назывался Пекин, чтобы никто не говорил, что это северная столица. Бэйпин – это значит северный мир, северное спокойствие. А Тянь Зин и ряд других северо-восточных территорий, теперь все это курировал Джан Сюэлян. А также он получил от Чен Кайши пост заместителя главнокомандующего ЦНР и формально стал, соответственно, вторым человеком в военной иерархии Китая. Это такое взаимопонимание между Чен Кайши и Джан Сюэляном, конечно, причем такое какое-то непоказное, а, видимо, вполне искреннее. Наверное, не очень нравилось японцам, которые были бы скорее рады, если бы Банжури была под управлением человека менее, с меньшим, так сказать, пониманием относящегося к политике Нанкина. И японское правительство, которое посмотрело, да, как легко все получилось некоторое время назад у Советского Союза, также приняло решение активизировать свое действие на материке и, собственно, присоединить к Японской империи, так или иначе, Манчжурию. Связано это было с целым комплексом событий. Во-первых, в Японии крайне популярна в это время была идея о том, что сейчас Япония переживает очень важное время в своей жизни, когда, во-первых, еще, так сказать, силен дух японской нации, еще не ослаб под влиянием всякой, так сказать, иностранной культуры. Также в Японии сейчас живет ситуация, когда два ближайших ее соседа, Китай и Россия, переживают тяжелое время, и, соответственно, этим надо воспользоваться, потому что в какой-то момент они усилятся, и тогда Японии придется гораздо тяжелее. Соответственно, очень большой популярностью пользовалась концепция обороны островов. Соответственно, для того, чтобы эффективно оборонять острова от врага, которые в какой-то момент обязательно возникнут, нужно создать максимальное количество таких оборонительных линий. И вот, соответственно, Тайвань, Корея, все это воспринималось как некая первая оборонительная линия. Вот в Манчжурии могла бы стоять такой второй оборонительной линией, которая позволила бы не допустить в случае чего врага до святая святых, то есть, собственно, японских островов как таковых. Более того, я не зря здесь сказал про рост такого японских националистических идей, и все больше и больше популярности концепции о том, что японцы, они, значит, лучше, чем другие. Это совсем недавно еще с вами мы не встречали. Наоборот, мы с вами говорили, что успехи японской модернизации во время Мэйдзи и так далее, они во многом были связаны с таким искренним энтузиазмом в принятии всяких западных концепций, западных технологий. И говорили мы, что во многом первой трещиной в этом энтузиазме японцев в отношении к западным державам была тройственная интервенция 1895 года, когда вот Россия, Германия и Франция решили, что они могут принимать решение относительно того, что Япония может получать от Китая в качестве приза за победу, а что нет. Это, в свою очередь, потом, да, у нас с вами привело к русско-японской войне. Ну вот, во времена, до которых мы сейчас с вами уже дошли, добавилось еще несколько, так сказать, таких обидных оплеух. Например, когда по результатам Версальской конференции создавалась Лига наций, то Япония с довольно, так сказать, большим интересом, отнесшаяся к этому проекту, предложила включить в декларацию Лиги наций положение о равенстве рас, что нам сейчас кажется совершенно обычным. Но тогда вот именно Япония выступила с такой инициативой. Против этого выступила Австралия, которая была поддержана другими западными странами. И, соответственно, Япония, которая, в общем, как раз вроде бы не то что пыталась закрепить свое равенство со западными державами, а просто как-то действовала, исходя из, можно сказать, из лучших чувств, получила вот такую обидную оплеуху, где, в итоге, было указано, что нет никакого равенства рас, мы здесь, так сказать, вводить не будем. И, да, мы помним, кто вы такие. В следующем было ограничение, введенное на Тихом океане Вашингтонской конференции, мы тоже с вами про это говорили, где Японии также были навязаны, во-первых, ограничения на размер флота, а во-вторых, Ян Йо заставили подписать то, что, так сказать, она также в Тихом океане не будет искать переделать сферу влияния новых завоеваний, это было выгодно, скажем, для Америки или для Великобритании, которых из них нового завоевания не искали, но у Японии были свои в этом плане планы на будущее. Вот вся эта цепочка событий привела к тому, что вот вполне искреннего сторонника, так сказать, включения в западный мир и действия по его правилам, Япония к концу 20-х, начала 30-х годов все больше и больше переходит в стадию государства, который видит для себя особую роль в регионе, и это роль как раз врага западных держав. В Японии все чаще говорят, что именно японцы должны освободить народы Азии от колониального рабства западных держав и объединить их и заменить это неким таким добрым и прогрессивным покровительством, собственно, Японии, поскольку они самые подготовленные, самые развитые и самые готовые к тому, чтобы эту ношу на себя принять. Риторика эта опасная, мы с вами ее видели в Европе в примерно то же время, там, например, у гитлеровской Германии, еще увидим, да, но это было на самом деле популярно для довольно многих держав того времени, когда экономика не очень радовала, и, соответственно, всякие вот такие военно-авторитарные идеи и идеи, собственно, исключительности великого будущего, они много кого выручали, как тактически, так и стратегически. Соответственно, было принято решение о том, что необходимо увеличить свое влияние в Манчжурии, с целью чего 18 сентября 1931 года японский лейтенант заложил на ежно-манчжурской железной дороге в Мугдене бомбу, которая, значит, была взорвана, причем взрыв этот был абсолютно ничтожен, через буквально пару минут по этому месту по полотну прошел состав, который, значит, даже не остановился, то есть это была совершенно символическая вещь, они не хотели даже серьезно портить собственное имущество, значит, ради этого казус Белли. Соответственно, под предлогом защиты жизни и имущества японских граждан началось вторжение японской армии в Манчжурию. Уже 19 сентября пал Мугден, Жан Сюлян понимал, что бороться с японцами ему не выйдет, раз он не сумел, так сказать, эффективно бороться с советскими войсками. Более того, очень быстро стало понятно, что Нанкин никакой помощи ему не окажет, Ченкайши взячески отговаривал его от самоубийственных шагов и надеялся на вмешательство Лиги наций, к которой он обратился. И поэтому, несмотря на то, что у Джан Сюляна было порядка 160 тысяч человек, а японская армия вторжения составляла порядка 30 тысяч, тем не менее он отдал приказ об отступлении в северо-восточный Китай, в район Пекина, в провинцию Жехе, которая также находилась под его контролем. И во многом здесь, конечно, задачей было также сохранить армию, поскольку в это время в истории Китая, как когда-то мы с вами говорили про кочевые державы, главным активом была армия. Была бы армия, а какую-нибудь территорию контролировать мы найдем какую. А вот если армия будет потерян, то дальше Джан Сюляну уже был бы никому как фигура не интересен. В итоге, к концу февраля 1932 года последние очаги сопротивления манчжурских войск были ликвидированы. И 27 февраля сдался гарнизон Хармина, который держался дольше всех. Манчжурия оказалась полностью под контролем японских войск. 1 марта 1932 года было провозглашено создание государства Манчжурии, которое у нас почему-то, не только у нас, кстати, и в западной практике тоже, оно почему-то называется в китайской транскрипции Манчжоуго, или, соответственно, Манчжоуко в английской транскрипции. Хотя это значит, собственно, просто государство Манчжурия. Во голове его оказался немножко позабытый нами человек, а именно последний император Манчжурской империи, сын Пуи, который вот с 20... какого-то там, 24-го года у нас, значит, проживал в Тиньзине. С ним несколько раз, так сказать, связывались японцы, которые во многом его финансировали. И вот когда было принято решение о вторжении в Манчжурию, то запросили его отношение к ситуации, и он согласился. Соответственно, вначале он получил пост регента, а в 1934 году был коронован императором Манчжурской империи. Собственно, государство стало называться Даманчжоу-Ди-Го, то есть Великая Манчжурская империя. В символике очень многое было от баянского времени Китайской республики. Видите, флаг представляет собой вот тот же самый пятицветный знамя, но только с желтым цветом, который, значит, представляет... должно было представлять манчжуров в изначальной символике. Вот, значит, оно здесь увеличено. Но так это примерно то же самое. И в остальном, в символике армейской, почти везде вот это пятицветное знамя использовалось. Собственно, например, армейская кокарда представляла свою просто пятицветную звездочку, которая когда-то использовалась в качестве кокарды баянской армии. То есть, в общем, все было сделано для того, чтобы как бы показать преемственность. С одной стороны, от Цинской империи, с другой стороны, даже от Китайской республики. Но не гаминдановского типа, а вот это вот северо-китайская такая режим, который не так давно был ликвидирован гаминданом. И, соответственно, предполагалось, что, может, многие его сторонники здесь найдут для себя что-нибудь интересное, и будет легче принять это новое политическое образование. В сентябре 1932 года Маньчжурия была признана Японией. Во многом это тоже было следствием милитаризации. Известно было, что многие политики не считали нужным такое официальное признание. И, собственно, решение было принято после того, как 15 марта 1932 года несколько офицеров-заговорщиков застрелили умеренного премьер-министра Цуёси Инукаи. И, собственно, после каждого такого попытки переворота и покушения в Японии, соответственно, военные получали все больше возможностей. Вот в данном случае они продавили официальное признание государства Маньчжурия. Естественно, государство это было таким не совсем настоящим. В Китае его вообще обязательно надо называть только... Это называется «вэйманьчжуго», значит, ненастоящее, фальшивое Маньчжурия. То есть у нас тут тоже обычно говорит марионеточное государство. Конечно, это было, в общем-то, правда. Пуи был фигурой абсолютно декоративной. И основную роль в государстве играло командование Квантунской армии, которая никуда не девалась, продолжала контролировать Квантунскую область, то есть полуостров и Гуляудун. И именно генералы этой армии принимали решение о том, что, собственно говоря, будет происходить в этой Великой Маньчжурской империи. При этом государство это было довольно крупное. На 1934 год площадь составляла порядка миллиона квадратных километров, примерно чуть более 30 миллионов населения. Абсолютное большинство составляли китайцы. Любопытно, что, кажется, маньчжуров, несмотря на то, что это Маньчжурия, отдельно никак не записывали, не учитывали. Точно так же, как и за очень редким исключением такого придворного этикета, практически не было никакой политики популяризации маньчжурского языка и маньчжурской культуры. То есть все это было в основном про Китай, несмотря на то, что название другое. К 1945 году население составляло до 50 миллионов человек, из которых примерно миллион приходилось на японских поселенцев, которые по специальной программе в Маньчжурию приезжали. В основном это были крестьяне из самых бедных и перенаселенных регионов Японии, которые здесь тоже должны были заниматься, прежде всего, сельским хозяйством. Столицей империи стал город Чанчунь, который в это время назывался Синьдин, то есть новая столица. Этот город был построен в свое время вместе со строительством Южно-Маньчжурской железной дороги. С 1906 года существовал. И здесь вот в первые годы Маньчжурии его отстроили как такой город будущего, как образец идеального города для всей, так сказать, будущей вот этой Восточной Азии. Он был очень европейский как по зданию, так и по планировке. Там, значит, всякие парки, бульвары, площадь звезды, которые даже сейчас еще там в Чанчуне можно найти. В России были трамваи, масса всяких городских удобств. Ничего такого тогда еще... Ну, что-то такое было в Токио, но вот на материке настолько современного города тогда не существовало. Это был такой образец, как надо делать. К 1944 году население города превысило 860 тысяч жителей, из которых 153 тысячи составляли японцы. Единственной разрешенной правящей партией в Маньчжурии был союз гармонии, да, союз гармонии маньчжурского государства, членство в котором было обязательно для чиновников и учителей, а с 1937 года также и для молодежи. Поэтому к 1943 году членами этой партии было чуть не 10% населения страны. Он заявлял, что со временем японские военные передадут партии реальную власть государству. Но, конечно, так это никогда и не произошло. Вообще в пропаганде главным лозунгом Маньчжурии была гармония пяти наций, да, Удзу-Се-Хэ. И это очень похоже на мод, значит, Китайской республики. Только там это называлось Удзу-Гу-Хэ, да, то есть тут гармония, а тут единство, да. И вот, да, видите, даже выпускались всякие почтовые марки. И вот такая всякая замечательная есть пропаганда, где, кстати, любопытна тем, что здесь явно есть и русские лица, которые тут тоже учтены. При этом сама по себе концепция единства пяти рас, пяти наций, она для Маньчжурии, конечно, была несколько искусственная, да, потому что мы помним с вами, что это китайцы, маньчжуры, мусульмане, монголы и тибетцы. Но, скажем, тибетцев, понятное дело, в маньчжурских провинциях было, если и было несколько штук, то это была явно никакая незаметная часть. И это тоже нам показывает, что когда японцы создавали это государство, это было не про создание маньчжурского государства, да, в противовес китайского, оно было про создание другого китайского государства, которое должно было быть противовесом режиму Гаминдана, режиму Чанкайши, никаких собственных задач, оно собственных маньчжурских задач не решало. Надо сказать, что смена власти во многом, конечно, повлияла на жизнь русской эмиграции. 28 декабря 1934 года в Маньчжурии было создано Бюро по делам российских эмигрантов Маньчжурской империи, так называемый БРЭМ. Его курировал японский офицер Сюн Акикуса с 1943 года в чине генерал-майора. Задачей БРЭМ было обеспечить контроль над русской эмиграцией, заменив собой десятки всяких эмигрантских организаций, которые часто друг с другом враждовали. Они провели очень большую, в частности, работу по, так сказать, анкетизации, и учли порядка 44 тысяч человек. Считается, что всего на тот момент в Маньчжурии жило около 100 тысяч русских. То есть, видите, далеко не все были учтены. Но, тем не менее, поскольку архивы эти сохранились, то это очень важный источник по истории русской эмиграции. В Китае, наверное, вообще самый важный. Также у этого общества была библиотека и типография. Они выпускали газеты и журнал. В работе бюро принимали участие многие видные деятели еще Белого движения. Там, например, Таман Семенов или известный нам Нечаев, который в свое время воевал в Китае на стороне Джанзулина. Оба они, кстати, как и все лидеры бюро, потом в 46-м году были расстреляны в Советском Союзе. А Сюна Кикус умер в 49-м году во Владимирской тюрьме. Большое влиизначение в жизни русской эмиграции оказала продажа КВЖД в 35-м году Советским Союзом Манчжурии. После этого, поскольку изменялись правила, в рамках которых у русских эмигрантов были всякие хорошие возможности для поиска там работы, ну и вообще многие опасались оставаться в Манчжурии в условиях, когда на КВЖД никакого русского присутствия официально больше не будет, то произошел такой первый большой исход манчжурской эмиграции в Советский Союз. Оценивается от нескольких десятков тысяч, там 60-70 до 100 тысяч человек вернулись в СССР. Надо сказать, что примерно половина из них была арестована сразу же. Остальные, почти все были арестованы в 37-38 году. И по некоторым оценкам, около 30 тысяч вот из этой первой волны были в течение нескольких лет в Советском Союзе расстреляны. Также многие в это время покинули Харбин и перебрались в Шанхай, где ситуация была немножко более привычной. На 1936 год в Харбине жило 33,5 тысячи русских. Из них примерно у 5,5 тысячи были манчжурские паспорта. К концу 30-х годов русское население Харбина сократилось до 30 тысяч человек. Тогда же покинула город примерно половина представителей еврейской общины, которая в Харбине была одной из крупнейших на Дальнем Востоке. На середину 20-х там было 13 тысяч евреев, но вот половина приблизительно к концу 30-х уехала. Это во многом было следствием всяких проблем в экономике, потому что Великой депрессии и так далее. Но также не исключено, что заметную роль в этом сыграло то, что в 30-е годы большую роль в жизни Харбина играла основанная в 31-м году русская фашистская партия, которая с 34-го по 37-й называлась Российской фашистской партией, а после 37-го Российским фашистским союзом. Ее, кстати, возглавлял Константин Радзоевский, который был одним из лидеров бюро эмигрантов. На 36-й год, по их собственным данным, они насчитывали в Китае до 20 тысяч сторонников. Многие считают, что попасть туда было слишком легко, поэтому реально сторонников было где-то от 4 до 10 тысяч. Отделы партии существовали помимо Китая, также в Европе, Латинской Америки, Северной Африке, США, Канаде, Австралии. На 38-й год они насчитывали всего порядка 30 тысяч сторонников. То есть вот такая немножко неожиданная для нас организация, которая, конечно, тоже на многое влияла. И заметно, что среди харбинских русских ее сторонников должно было быть очень много. Если у нас всего порядка 30 тысяч человек, и даже если 7-8 тысяч из них были сторонниками этой партии, это было очень заметно. При участии бюро российских эмигрантов в конце 36-го года было начато создание так называемой бригады Асана в составе Маньчжурской армии, в которой объединили многочисленные русские эмигрантские отряды. Это была в основном всякая лесная стража, горная стража, но и много чего другого. К 38-му году она начала существовать по-настоящему. Бригаду ее, конечно, назвать можно было только с большой натяжкой. Там было порядка 800 человек, в основном кавалерия, под командой японских офицеров. Вначале туда принимали добровольцев. А с 40-го года, когда русские были признаны одной из равноправных наций в рамках Маньчжурии, на них также был распространен воинский призыв. Срок службы составлял 3 месяца, потом полгода. В конце 43-го года на базе бригады Асана были созданы русские воинские отряды Маньчжурской императорской армии, численностью до 4 тысяч человек, под командой русских офицеров. Воевать им, в общем-то, особенно не пришлось. Они воевали против корейских партизан, против хунхузов. Создавали и пестовали их, конечно, прежде всего, в случае, если придется все-таки сильно воевать с Советским Союзом, тогда бы они пригодились. Но этого, к счастью, как мы с вами знаем, в общем-то, не произошло. Это что касается Маньчжурии. Теперь немножко откатимся обратно и поговорим опять про Китай. Захват Маньчжурии Японии был тяжелым ударом по Чанкайши. Тем более, что он не оказал Джан Сюляну практически никакой поддержки. Это многие воспринимали как капитулянство и намеренное нежелание воевать с японцами, что частично было правдой, потому что действительно в это время Чанкайши считал, что прежде всего надо выиграть время. Китай совершенно не готов к большой войне с более сильной Японией. Сейчас, в общем, практически все средства хороши, чтобы выиграть какое-то количество лет, чтобы усилиться и иметь хоть какой-то шанс на успех, в случае, если эта война все-таки произойдет. 18 декабря 1931 года в Тхайюане при поддержке Ян Си Шани, скорее всего, была организована манифестация студентов, которые протестовали против пассивности надкинского правительства и, собственно, лично Чанкайши. Комендантская полиция открыла по ним огонь. Это вошло в историю как бойня 18 декабря, после чего Ян Си Шань, во многом воспользовавшись этим как предлогом, вовсе изгнал Гомендант из Шанси. И Чанкайши пришлось терпеть это и даже давать Ян Си Шаню всякие посты не очень важной, типа главы монголо-тибетской комиссии, чтобы вовсе Шанси не потерять. Надо сказать, что в это время в идеях Ян Си Шани, мы помним, что он был, значит, идеологом, собственно, идеологии, которую он для своего населения всячески распространял. Вот в это время в его идеях появляется довольно много марксистских формул про то, что, значит, только кто не работает, тот не ест и все такое. Надо сказать, что японцы очень пытались подбить к нему клинья и переманить его на свою сторону, но он вполне решительно отказывался, несмотря на то, что с точки зрения всякой модернизации он японцев очень уважал и много раз про это говорил. Вот здесь, когда речь дошла до политики, он от любого сотрудничества с ними отказался. В том же декабре 1931 года против Чанкайши выступил гораздо более опасный и весомый человек Хуханьминь. Хуханьминь был, в отличие от Янси Шаня, одним из крупнейших деятелей Гаминдана. Он родился в Гуандуне в 1879 году. В 21 год сдал провинциальный экзамен и стал дзюйжением. Учился в Японии. С 1905 года был членом Тунменхо и сдавал газету Миньбао, в которой Суньецен публиковал свои, значит, важнейшие программные тексты и так далее. После революции Хуханьминь стал губернатором Гуандуна, одним из основателей Гаминдана. В политике был большим, например, поклонником Ататюрха, которого он считал, так сказать, таким образцом во многом для Китая. После смерти Суньецена Хуханьминь оказался в числе троих самых влиятельных персонажей в Гаминдане, причем ни один из них не был Чанкайши. Значит, это были Ван Зинвэй, Хуханьминь и еще один неизвестный нам пока, и уже, к сожалению, мы с ним сильно не познакомимся, Ляо Джункай. Ляо Джункай был из американских китайцев. Он родился в Сан-Франциско, учился там, и в дальнейшем очень многое сделал для финансирования Гаминдана, поэтому в правительстве Суньецена занимал пост министра финансов. Между прочим, и Ван Зинвэй, и Ляо Джункай были скорее сторонниками лидерами левого крыла Гаминдана. Они были сторонниками продолжения сотрудничества с Советским Союзом. И вот в ситуации, когда было не очень понятно, кто же дальше будет возглавлять партию, в августе 1925 года Ляо Джункай застрелили на улице, значит, пять боевиков. И так не очень было понятно, кто же это мог быть. Многие считали, что за этим убийством мог стоять Чинкай-ши, который после этого как раз сильно повысил свои... Поскольку ослабло левое крыло, то правое крыло, которое представил Чинкай-ши, повысило свои возможности. Однако почему-то так случилось, что все подозревали в этом убийстве Хухань-мини. Он даже был арестован. А после того, как все-таки ничего не удалось доказать, то уехал в Москву. И там с 1925 по 1926 был представителем Гоминдана в Советском Союзе. Такая немножко ссылка. В итоге, может быть, это была такая немножко хитрая схема. Так или иначе, он после этого встал на сторону Чинкай-ши в борьбе за лидерство в партии. В 1928 году возглавил законодательный Юань. Но затем стал выступать критически, особенно на фоне японского вторжения. В какой-то момент его даже опять немножко арестовали. Но пришлось отпустить, потому что влияние его в партии было велико. И вот в декабре 1931 он уехал в Гуанчжоу, где, как когда-то Суньи Цен провозгласил свое собственное правительство, у которого было три главных цели. Это борьба с японцами, борьба с военными правителями и борьба с Чинкай-ши. Некоторое время при нем находился и Ван Зинвэй, но вскоре он сумел договориться с Чинкай-ши и вернулся в Нанкин. Надо сказать, что в данной ситуации Чинкай-ши поступил очень разумно. Он вообще делал вид, что этого правительства для него не существует. С ним вообще никак не воевал. Просто игнорировал существование Гуанчжоуского правительства, которое существовало при поддержке новой гуансийской группы. И это было правильно, потому что летом 1935 года Хухамин все-таки отказался от критики Чинкай-ши, вернулся в Нанкин, возглавил цик Гоминьдана. Весной 1936 года он умер. И, собственно, после этого Чинкай-ши удалось восстановить свой контроль над Гуандуном. Вот здесь это такой вариант, когда мы не то что миром, а просто игнорированием добиваемся своих целей. Но в целом, особенно на декабрь 1931, это был очень тяжелый удар, потому что влияние Хухамина в партии было очень заметным. И была масса людей, которые по-прежнему считали, что он гораздо более достойный наследник Суни-Цена, чем Чинкай-ши, который всего лишь военный, а здесь вот такой замечательный революционер и теоретик. Поэтому, чтобы немножечко снять, выйти из-под такой максимальной концентрации критики, в декабре 1931 года Чинкай-ши принял решение уйти с поста главы правительства. И надо сказать, что пост этот сразу перестал, что бы то ни было значить. И его с 1931 вплоть до своей смерти в 1943 году занимал такой вполне декоративный Лин Сэнь, который тоже был одним из основателей Тун Мэн Хоя, был спикером Первой национальной ассамблеи, вот той еще самой первой, 13-го года, на которую все так надеялись, из которой ничего не получилось. Он в основном исполнял представительские функции, он был первым главой Китайской республики, который выехал за рубеж Китая с официальным визитом. А также, поскольку он был вдовцом, то в 1935 году ему удалось добиться законодательного запрета в Китае полигамии. Но в основном, в остальном, в общем, ничего особенного не делал. И даже не въехал в президентский дворец, в котором по-прежнему, значит, жил Чинкай-ши. А Чинкай-ши в это время возглавил комитет по военным делам, который, собственно говоря, и стал самой главной организацией в рамках правительства. И это вот как раз то, про что мы с вами как-то говорили, что в таких вот структурах важен человек. Чинкай-ши ушел с поста главы правительства, и пост главы правительства перестал, что бы то ни было значить. Он придумал для себя пост главы комитета по военным делам, и это стало центральным органом управления. При нем стали возникать всякие комитеты, которые, собственно говоря, все и решали. В Китае разразились антияпонские погромы и манифестации. Причем, с одной стороны, их немножко подогревал Чинкай-ши, которому все-таки надо было показать, что он патриот и не капитулянт. А с другой стороны, их во многом провоцировали японцы. Особенно в Шанхае, на котором у них были свои далеко идущие планы. В частности, например, на улице Шанхая появились всякие фанатики, всякие некоторые японские монахи, которых специально привезли из Японии, которые выкрикивали оскорбительные антикитайские лозунги. В общем, все это было, конечно, должно было плохо кончиться, и оно кончилось, как и кончилось. В какой-то момент один из этих японских монахов был убит толпой. В ответ японские полицейские убили двух китайцев. Погиб китайский полицейский. И 27 января японцы, сосредоточив около 2000 солдат на 30 кораблях, выдвинули ультиматум, требуя извинений, расследований и компенсации. Шанхайский муниципальный совет, который был о многом независим от республики, эти требования принял, но в это время на окраинах Шанхая уже скапывались силы 19-й армии, национально-эволюционной армии, которые в районе полночи 28 января 1932 года стали просачиваться в японский сектор, открыв огонь по японским морякам и, собственно, японским военным, которые там находились. Те ответили на огонь, попытались занять соседние с сектором китайские районы, но встретили неожиданно упорное сопротивление, в котором им, значит, полностью помогал Чанкайши. В частности, в воздух было подняты 9 самолетов китайских военно-воздушных сил, который состоялось первое в истории Китая китайско-японское воздушное сражение, правда, обошлось без потерь с обеих сторон. Территория боев расширялась, сгорело здание коммершал пресс, это было такое главное тогда китайское издательство, очень хорошее. 30 января Чанкайши издал указ, согласно которому столица переносилась из Нанкина в Лоян, что было свидетельством серьезных намерений. Нанкин рядом с Шанхаем. Было понятно, что Чанкайши готов к тому, что конфликт перерастет в что-то гораздо большее, чем вот такие внутригородские столкновения. В ситуацию пытались вмешаться державы. Несколько раз объявлялось прекращение огня, но его нарушала то одна, то другая сторона. Японские силы постоянно пребывали. В итоге они достигли 30 тысяч человек при кораблях и самолетах. Чанкайши посылал 19-й армии также подкрепление всего силы Китая. Китайские силы, задействованные в столкновениях, достигли 50 тысяч. Но им не хватало заметно воздушного артиллерийского прикрытия, поэтому они несли гораздо большие потери, чем японцы. К 20 февраля от боев пострадал практически весь центр города, кроме территории иностранных концессий. И только 1 марта японцам удалось в целом вытеснить китайские войска из города, но местами столкновения случались до 14 марта. 4 марта наконец-то вмешалась Лига наций, чьи представители прибыли в Шанхай. И 5 мая во многом под давлением международной общественности было подписано китайско-японское соглашение, согласно которому Шанхай и окрестности объявлялись зоной, где ни китайской, ни японской стороне не разрешалось держать крупные военные силы. Китайцам можно было держать там только полицейские отряды, японцам небольшие отряды военных. Это, с одной стороны, было, конечно, для Китая неприятно, с другой стороны, очевидно, что японцы планировали добиться полного контроля над городом или каких-то особых прав, этого добиться им не удалось. И, собственно говоря, даже ограничение на наличие китайских вооруженных сил было не слишком обременительным, поскольку он совсем рядом находился с столицей, и было понятно, что можно держать эти войска совсем рядом, а сам город контролировать посредством военной полиции. Потери сторон составили порядка 4,5 тысяч убитыми с китайской стороны, около 750 человек с японской, также погибло от 10 до 20 тысяч горожан. И это столкновение было, конечно, гораздо более кровавым и гораздо более тревожным, чем вторжение в Манчжурии. Оно показывало, что, по крайней мере, часть японских политиков склонна продолжить вот это давление на Китай и на присоединение Манчжурии не остановится. Но, с другой стороны, хорошие новости были в том, что, совершенно очевидно, японцы не планируют встретить такой упорной обороны, как они в Шанхае встретили. 2 октября 1932 года в Лиге наций был оглашен доклад Бульверлитта на Паманчжурии. Комиссия под его началом работала там 6 недель. Доклад в целом был довольно умеренным, потому что Лига наций также не хотела, значит, Японию провоцировать и вообще как-то обижать. Япония не была названа там агрессором, но ее действия все-таки не были призваны оправданными. А создание Манчжурии не было названо следствием именно действий японских войск, а не волеизъявлением населения. То есть было указано, что государство это, в общем, само по себе бы не появилось, если бы не японское вторжение. Несмотря на то, что, вот еще раз повторюсь, доклад был в общем выдержан в очень мягких выражениях, тем не менее в феврале 1933 года японская делегация покинула Лигу наций в знак протеста, а 27 марта 1933 Япония вовсе официально вышла из Лиги наций. И поскольку рычагов давления у Лиги наций на Японию не было, то, в общем, больше ничего и не произошло. И, соответственно, все осталось так, как осталось. Поэтому многие историки, особенно в последнее время, считают, что именно с японского вторжения в Манчжурию, в принципе, можно начинать историю Второй мировой войны. Поскольку, в общем, вот стало понятно, что если кто-то на кого-то нападает, то ничего ему за это, скорее всего, не будет. А, собственно, именно с этого у нас обычно начинаются крупные конфликты. И хотя, в общем-то, это мнение о том, что с этого можно начинать историю Второй мировой, легко оспаривать, потому что очень многие в Европе на тот момент не очень заметили, что это произошло, и, собственно, не так уж большое было эхо у этого события. Но, тем не менее, в общем, если знать, что было дальше с миром, то действительно определенные связи здесь, конечно, увидеть нетрудно. Надо сказать, что в этот момент Ченкайши все дальше и дальше мигрирует в сторону такого политика авторитарного толка. Он явно проявлял интерес к деятельности Муссолини, к такому фашизму итальянского типа. Весной 1932-го им было учреждено так называемое «Общество энергичного проведения в жизни трех народных принципов», которые также назывались «синерубашечниками» по, значит, их цвету и их формы. Это такие ченкайшистские штурмовики. Во главе организации стоял уже известный нам Дай Ли, глава тайной полиции Ченкайши. А костяк составляли офицеры-выпускники Академии Вампу, которую, значит, Ченкайши когда-то возглавлял. На пике «синерубашечников» было до 200 тысяч человек. И главной их задачей была борьба с проникновением японцев. И во многом, конечно, они, кстати, участвовали в этих антияпонских погромах, манифестациях и так далее. Это, конечно, помимо того, что каждому авторитарному правителю нравится иметь, значит, своих личных штурмовиков, конечно, Ченкайши еще нужно было продемонстрировать, что его нельзя обвинять в том, что он, значит, боится конфронтации с японцами. Наоборот, вот именно его люди громче всего на улицах выступают против японского засилия. Помимо борьбы с проникновением японцев, также «синерубашечники» призывали бороться с коммунистами и нелояльными военными правителями. Вот это было, значит, три врага режима. Ну, в общем, на самом деле, с этим, наверное, трудно, по сути, спорить, трудно. В общем, видимо, после Шанхая можно сказать, что Ченкайши в целом был, скорее, доволен тем, как все сложилось, потому что, с одной стороны, конечно, потеря Манчжурии была довольно тяжелым ударом по авторитету, с другой стороны, в Шанхае удалось организовать достойный отпор. Собственно, китайские территории японцам не достались, ну, а главное удалось, главное удалось действительно предотвратить вот эту большую войну с Японией, которую он боялся больше всего, поскольку он был уверен, несмотря ни на что, что главный враг на данный момент – это коммунисты, которые продолжали контролировать довольно много районов в глубинных провинциях, и никак не получалось ничего с ними, значит, окончательно сделать. Во многом это было следствием того, что эти районы плохо контролировались Нанкином в принципе, но так или иначе Чангайши считал, что нужно собрать все силы, чтобы победить внутреннего врага, после чего можно будет переключиться, собственно говоря, на врага внешнего. Надо сказать, что очень многие в его окружении, не только в его окружении, думали совершенно иначе, что, значит, нужно сплотиться против японцев, а потом уже разбираться, кто тут самый хороший китаец, но вот это были такие принципиальные отличия, он считал именно так. В 1932 году премьером Нанкинского правительства стал Ван Зинвэй, и это было во многом таким реверансом Чангайши в сторону левого крыла Гомендана, хотя надо сказать, что в этот момент, видимо, под влиянием всяких тяжелых вокруг политических событий и личных неудач, Ван Зинвэй очень сильно изменился как политик. В частности, если Чангайши, как я сказал, считал, что нужно как можно больше оттянуть войну с Японией, чтобы купить время на усиление и бороться с коммунистами, то Ван Зинвэй смотрел на все это довольно пессимистично, считая, что победить Китай и Японию очень трудно, а помощь белых наций, типа Соединенных Штатов Америки или СССР, крайне нежелательна и, может быть, даже еще хуже, чем поражение в войне против Японии. И, соответственно, он скорее считал, что правильно было бы заключить с Японией какой-то договор, потому что иначе, значит, никаких особенных шансов нет. Премьерство это было трудное. Он много раз подавал в отставку, значит, спорить с Чангайши и в итоге окончательно ушел в 1935 году после попытки покушения на него со стороны триад, которое непонятно кем было организовано, но, в общем, ему показалось, что уже достаточно. Параллельно происходили всякие неприятные события на границе с Манчжурией. Например, в январе-марте 1933 года японцы вторглись в пограничную провинцию Жехе, которая, значит, сейчас, потом была, после 1949 года поделена между Пекином, Хэбэем, военем внутренней Монголии, Тинзинем и Ляонином. То есть вот она, так сказать, как раз такая, прям совсем пограничная. И провинция эта находилась под контролем северо-восточной армии Джансуэляна, была таким последним его рубежом. Он оттуда организовывал всякие партизанские движения в Манчжурии, вообще всячески пытался выглядеть как борец с японским вторжением. Но вот когда японцы пришли за ним, то Нанкин опять ему никакой помощи не оказал. После чего Джансуэлян очень расстроился, распустил свою армию и ушел со всех постов и уехал в Европу. Деятельным сторонником сопротивления Японии был Фэн Юсян, который в мае 1933 возглавил Чехарскую народную антияпонскую армию и даже как-то там более или менее эффективно воевал. Но в июле 1933-го Чинкайши заставил его армию распустить, поскольку опасался, что опять же можно спровоцировать Японию, чего ему было совсем не нужно. После этого с 1935 по 1945 год Фэн Юсян занимал ряд второстепенных постов в армии и в Гоминдане. После окончания Второй мировой уехал в Штаты, где выступал как очень яростный оппонент режима Чинкайши, все больше сближался с Компартией. И в итоге в 1948 году поехал Советский Союз, и они с дочерью плыли в Ялту на пароходе, и там случился пожар в кинозале, и значит они погибли. Так вот совершенно неожиданно, никто этого совсем не ожидал. Потому что, в общем, у него были большие планы на будущее коммунистический Китай. Соответственно, как я уже сказал, это все были такие мелкие моменты, а вот главным врагом для Чинкайши были коммунисты, особенно Китайская Советская Республика во главе с Мао Цзэдуном, со столицей в Жуйдине. В мае 1932 года эта республика объявила войну Японии, что было несложно, потому что они с Японией не граничили, но зато была, конечно, оплеуха Чинкайши, который эту войну, как мы с вами помним, не объявлял. Надо сказать, что в это время в Москве, где Компартию представлял Ван Мин, им как раз была предложена концепция единого антияпонского фронта, которая заключалась в том, что Компартия готова заключить мир с любой силой в Китае, которая выступает против Японии и готова на этих основаниях, значит, прекратить за ее гражданскую войну и дать народу минимальные, очень действительно минимальные права. Ван Мин считал, что на время войны с Японией можно даже отказаться от конфискации помещичьих земель и земельной реформы, которую провозгласила еще Кантонская коммуна. И здесь, вероятно, Ван Мином во многом руководило мнение советского руководства, особенно Сталина, которого очень волновало усиление Японии на Дальнем Востоке и который готов был, в общем, многим поступиться из принципов, ради того, чтобы Компартия Китая заключила союз с Чанкайши и вместе они каким-то общим фронтом воевали с Японией. В принципе, это могло бы действительно сработать, и это, конечно, позволяло бы КПК также набрать определенные очки популярности внутри Китая, с той частью общества, которые считали, что внешний враг главный, те, кто это понимают и готовы отказаться от узкой партийности в этом, они молодцы. В этот момент даже начались переговоры в Москве между представителями КПК и представителями Чанкайши, но в итоге они кончились ничем. Договориться не удалось, потому что, видимо, даже в советском руководстве в это время полного понимания того, что надо делать, не было. Если Сталин, например, считал, что союз такой нужен, даже он, видимо, это высказывать достаточно громко не решался, потому что довольно много деятелей в Коминтерне считали, что такой союз невозможен, и это неудивительно, потому что совсем недавно все очень верили в союз с Гоминданом, а кончилось это Шанхаем 27-го года, когда вся вот эта долго выстраиваемая, очень дорогостоящая политика поддержки Гоминдана, она, так сказать, рухнула, причем с очень большой кровью и очень большими неприятностями. И, конечно, в данной ситуации тот человек, который был бы, так сказать, очень уверенно высказывался за то, что Чинкайши можно доверять и можно его склонять к союзу, конечно, должен был бы опасаться, как бы это ни повторилось, как бы это ни повторилось вновь. Уже обжигались, что называется. Соответственно, Единого фронта не получилось, и Советская Республика продолжала быть мишенью для атак. Довольно долго они отбивались успешно, тем более, что районы, которые они контролировали, не граничили непосредственно с районами, которые контролировали Чинкайши. Осенью 1933 года на границу Советской Республики в Фудзянь была переброшена 19-я армия, которая больше всего пострадала во время боев в Шанхае. И это повлияло на позиции командования армии. Они были, в общем, недовольны политикой Чинкайши, считали, что их специально бросили в мясорубку, мало помогали. И в итоге 22 ноября они провозгласили собственное народное революционное правительство Китайской Республики, которое контролировали основную часть Фудзянь. Чан ответил быстро. К 14 января бунтовщики были разгромлены и сдались. Красная Армия Советской Республики помочь им не посчитала нужным. Не факт, что это помогло бы, но, значит, тем не менее. И поэтому к началу 1934 года основная часть границ Советской Республики оказалась как раз границами уже с непосредственными территориями Чинкайши. Причем там были размещены наиболее боеспособные части национально-революционной армии. И довольно быстро стало понятно, что скоро все будет совсем плохо, поскольку почти со всех сторон республика была охвачена кордонами. И было понятно, Чинкайши полноуверенно и полно решимость все закончить. Тем более, что ситуация с 19-й армией показывала, что любая армия, которая граничит с советскими районами, она становится потенциально опасной с точки зрения антиправительственных выступлений. Поэтому допускать такого не нужно. К лету 1934 руководство Советской Республики и Компартии, которое там находилось, обсуждали, что делать дальше. Генеральный секретарь Бугу, который о многом ориентировался на Москву, а также представитель комментерна Отто Браун, считали, что нужно защищать территорию, которая так долго уже была Советской Республикой до последней капли крови, вооружать народ и так далее. Однако Мао Цзэдун и многие его сторонники посчитали, что нужно уходить, поскольку главный актив – это армия. И если ему удастся сохранить армию, то есть надежда. А здесь, в общем, никакой надежды нет, поскольку было понятно, что шансов выдержать атаку на национальной революционной армии у Красной Армии нет. И именно предложение Мао Цзэдуна было принято. Было решено уходить в относительно недалекую провинцию Хунань, где воевала вторая армия генерала Хэлуна, тоже одного из участников Нанчанского восстания. И вот в октябре 1934 года начался поход, который у нас часто переводят как «великий», но по-китайски он, скорее, длинный поход. Начинался сравнительно неплохо. Джоу Инлайу удалось вступить в переговоры с генералом Чензитаном, который удерживал один из секторов окружения. И примерно 86 тысяч бойцов Красной Армии покинули территорию Советской Республики и начали уходить на Запад. Для того, чтобы задержать, по возможности задержать преследователей, на территории Советской Республики остались немногочисленные партизанские отряды, в голове которых стал членом Политбюро и один из самых ярких руководителей Компартии Китая Чуй Цюбу или Чуй Цюбай. Родился он в 1899 году в Дянсу, в обедневшей некогда богатой семье, причем оскудели они из-за того, что отец его курил опиум, и мать покончила с собой из-за всего этого, когда Чуй Цюбу было 16 лет. Затем он учился в учании английскому, в Пекине русскому, причем поступил он в институт изучения русского языка, потому что там не надо было платить за обучение, наоборот, платили стипендию и обещали трудоустройство. Так, значит, вот тогда русский язык был в Китае совершенно непопулярен, приходилось вот так вот его продвигать. Параллельно изучал буддийскую философию работы Бертрана Рассела, ходил на заседание марксистского кружка Лида Джао, затем поступил на работу в газету Чиньбао, это такая утренняя газета пекинская, был отправлен собственным корреспондентом в Москву и оказался одним из первых китайцев, который описывал, как живет советская Россия вскоре после революции. В 1923 году вернулся в Китай по просьбе Чинь-Ду-Сю, занялся в КПК пропагандой, преподавал в Шанхайском университете, сделал его важным центром влияния Компартии. После отстранения Чинь-Ду-Сю весной 1927 года он возглавил партию до шестого съезда. С 28 по 30-й опять был в Москве представителем КПК, и в это время, в частности, увлекся идеей латинизации китайской письменности и предложил одну из первых проектов такой латинской азбуки под псевдонимом Страхов, который он то сам себе и выбрал, потому что его китайская фамилия тоже примерно то же самое означает. В 30-м году его довольно много критиковали, потому что, когда критиковали Лили Саня, а он вроде как был в это время в верхушке, его сняли с ряда постов, но для него это было даже хорошо. Он вернулся в Китай и несколько лет очень плотно занимался литературной деятельностью, был очень хорошим поэтом и писателем, перевел на китайский интернационал. И вот они в течение нескольких лет вместе с Лу Сюнем и еще одним коммунистическим писателем Мао Дунем, который потом стал вообще главным таким коммунистическим прозаиком в КНР, вот они создавали всякие новые языки, новую литературу. Но с 1934 года это все уже стало слишком опасным, поэтому он переехал в Советскую Республику и вот здесь остался прикрывать отход. Ничего из этого, в общем-то, не получилось. Его почти сразу арестовали, но его, в общем, даже пытали, чтобы заставить перейти на сторону Гоминьдана, но он отказался, даже написал очень такую яркую книгу о своем пути в революцию. Поскольку он оставался при этом членом ЦИК Гоминьдана еще со времен, значит, Единого фронта, первого, да, еще времен Судьи Цена, то вопрос о его судьбе был поставлен на голосование, и единственным человеком, который голосовал против его казни, был Цхайо Айнпэй. 18 июня 1935 года Чюйтюбу был расстрелян, причем вел себя, значит, исключительно мужественно, там пел интернационал, сам выбрал место, где ему понравилось, чтобы его расстреляли. И вот мы в прошлый раз говорили про все или позапрошлое, про всяких интеллектуалов. Вот, конечно, если говорить о интеллектуалах среди лидеров КПК, то, наверное, Чюйтюбу – это, пожалуй, самая яркая фигура, потому что он действительно был исключительно талантливым литератором и, в общем, лингвистом и просто мыслителем. Если что касается Красной Армии, которая отступала, то вначале, благодаря усилиям Джоуэйн Лая, у них более или менее получалось. Однако, затем кольцо все-таки опять стало сужаться. Очень тяжелые бои были 30 ноября, 1 декабря 1934 года. Через эти заслоны удалось прорваться только 36 тысяч человек из 86, значит, которые уходили. Причем тут, в общем, дело было, видимо, не столько в потере, хотя и потери были велики, сколько дезертирства, потому что было понятно, что надежды мало, ну и понятно, в основном Красная Армия состояла из крестьян вот этих вот районов окрестностей Сижудзина, и они, конечно, покидать свои родные земли совершенно не спешили и пытались при любом случае остаться. Отступать было тяжело, бросали раненых и его уставших. Жена Мао Цзэдуна Хэ Цзэ Джэнь, это была его третья супруга. Первый он, значит, это был брак, организованный матерью, он никогда его не признавал, она умерла еще в 2010 году, в 20 лет от дезентерии. Вторым браком он был женат на дочери своего учителя Ян Кай Хой. Она была арестована осенью 30-го года, когда, значит, вот коммунистические ячейки громили после неудачи плана Лили Саня и была замучена одним из, значит, военных правителей. Вот с Хэ Цзэ Джэнь, он Мао Цзэдун был вместе с 28-го года. Она прежде всего была известна как прекрасный стрелок. Вот, значит, ей пришлось, когда начался вели длинный поход. Старшую дочь ей пришлось оставить в Фудзиане на воспитании. Ее нашли опять только в 1973 году, причем с родителями она никогда так и не встретилась. А прямо во время Великого похода она родила тоже дочку, которую пришлось бросить в крестьянской семье. Ее, может быть, нашли английские исследователи в 2002 году, но семья Мао никогда не, значит, никогда не заинтересовалась тем, чтобы проверить всякую генетическую экспертизу. Действительно она их сестра или нет. Надо сказать, что после конца Великого похода Хэ Цзэ Джэнь уехала в Советский Союз лечиться, пока ее не было. Мао Цзэ Дун сошел со своей последней женой Дзян Цзин. В 1947 году Хэ Цзэ Джэнь вернулась в Китай, но никаких постов не занимала. Возглавлял какой-то там женский комитет провинции Джэ Цзян и в 1984 году умерла, в общем-то, в одиночестве. Соответственно, как я уже говорил, в начале первоначальный план состоял в том, что надо уходить в Хунань ко второй армии генерала Хэ Луна, но вскоре стало понятно, что это слишком очевидная цель и, соответственно, именно туда пробиваться будет гораздо тяжелее, поэтому Мао Цзэ Дун предложил уходить на запад в Гуйчжоу, где, как он предполагал, власть Ченкайши слаба. Здесь также Бугу и Отто Браун выступали против, но Мао Цзэ Дун с поддержкой Джо Уин Лая сумел убедить армию и партийное руководство в этом, и поэтому именно этот план был принят. Причем, надо сказать, что многие считают, что, возможно, это был не столько выбор Мао Цзэ Дуна и вообще руководства, сколько выбор Ченкайши, который, вот так сказать, устраивая всякие заслоны, направлял Красную Армию туда, куда ему было нужно, а именно на запад, потому что там действительно находились территории, которые контролировали военные правители, довольно формально подчинявшиеся Ченкайши, и напасть на них просто так было невозможно. А вот если армия приходила вслед за коммунистами, то, соответственно, это было гораздо более прилично, и это позволяло Ченкайши установить свою власть в тех провинциях, где его власти до этого была формально или практически не было никакой. То есть здесь он этот длинный поход использовал не только для того, чтобы максимально ослабить Красную Армию, вот гоняя ее, значит, максимально длинным путем, но и для того, чтобы добиться своих иных своих целей по централизации власти. 15-17 января 1935 года, когда дошли до Гуэйчжоу, то состоялось так называемое совещание в Цзуньи, где Бу Гу, Та Браун и Джо Инлай были подвергнуты критике за военные неуспехи. Бу Гу потерял пост генерального секретаря, его сменил Джан Вэн Тянь или Ло Фу, также один из 28 большевиков, выпускников университета трудящейся Китая в Москве, но к этому времени признавший Мао Цзудуна своим ментором и перешедший на его сторону. Мао Цзудун впервые в истории стал членом военного совета, военный совет возглавлял Джо Инлай, но все больше и больше уже именно в ранге соратника Мао Цзудуна. Поскольку нужно было, было принято решение, стало понятно, что в Гуэйчжоу закрепиться не получается, поэтому была выбрана новая цель, нужно было и было принято решение уходить в советский район на севере провинции Шэйси, то есть в северном Китае, он там существовал с 1934 года, не слишком имел большие возможности и большие успехи, но это была территория очень далекая, максимально далекая от территории контролируемых Чинкайши, а также это было поближе к Советскому Союзу, соответственно была надежда на то, что там помощь Советского Союза будет более заметной, чем на юго-востоке Китая, где, собственно, помогать практически никак не получалось. Весной 1935 года Красная Армия в Сычуане соединилась с 4-й армией, которой командовал Джанго Тхал. Джанго Тхал, здесь вот он на правой верхней фотографии вместе с Мао Цзэдуном несколько позже, это был очень яркий персонаж в составе Компартии, он родился в 1897 году в Дзянси, был учеником Ли Даджао, участником движения 4 мая, делегатом первого съезда Компартии, с 1921 года был генеральным секретарем Всекитайского секретариата профсоюзов, одним из организаторов Нанчанского восстания, 1928 года после шестого съезда был членом Политбюро, представлял Компартию в Коминтерне, а по возвращении сначала возглавил появившийся после поражения тактики Лилисани район, советский район на границе Хубэя, Хунань и Аньхуэя, так называемый Еюйваньский район и четвертую армию и под его властью находилось примерно 40 тысяч квадратных километров территории, 3,5 миллиона человек населения, 45-тысячная военная сила. В 1933 году район этот пришлось под давлением врага оставить, перейти на север Сычуань, это так называемый район Сычуань-Шейси, где, собственно говоря, они и встретились с Мао Цзэдуном. На момент соединения у Джанго Тхау было под 80 тысяч бойцов, а у Мао Цзэдуна где-то 10-15 тысяч. Им не удалось вместе, так сказать, никак объединиться, и Мао Цзэдун во главе своих сил продолжил путь на север, и к октябрю 1935-го, собственно, был достигнут этот район на севере Шейси, вокруг города Янань. И там в ноябре 1935-го года Мао Цзэдун стал главой военного совета и Джо Уин Лай, вот здесь, собственно, слева, как раз Джо Уин Лай стал его заместителем, а вторым заместителем стал Дэн Сяопин, которого здесь нет, здесь вот справа это Бугу, а Дэн Сяопин, про который мы с вами последний раз говорили, когда он был в Москве, он весной 1927-го года вернулся из Москвы в Китай, был послан к Фэн Юй Сяну советником, который, наверное, тогда после разрыва с Чанкайши и после разрыва с Чанкайши в Москве очень надеялись на Фэн Юй Сяна и всячески ему помогали, вот он был усилен Дэн Сяопином, но из этого ничего не вышло, в 1929-м году он поднял не очень удачное восстание в Гуан-Си, потом также находился в Советской Республике при Мао Цзэдуне, вот здесь он стал его заместителем в военном совете. Что касается Джангот Хао, вот опять мы с вами посмотрим на карту, чтобы понять, какая колонна шла, Джангот Хао не хотел первое время идти на север, посчитал, что он сможет удержаться у себя и более того, даже планировал расширить территорию под своим контролем за счет всяких тибетских регионов, которые казались совсем лишенными сильной власти. И действительно, в октябре 1935 года им была провозглашена Северо-Западная Федерация Китайской Советской Республики, в которую, в частности, на правах учредителей вошли такие странные образования, как Тибетская Народная Республика в ДРГ и ряд иных, также частично тибетских квази-государств. Джангот Хао даже провозгласил себя председателем собственного ЦК КПК, но вскоре стало хуже, поскольку с ним довольно жестко воевали местные сычуаньские военные правители, которые были лояльны Чанкайши, а также он столкнулся с тибетцами. В это время из Кхама в вот эти более восточные территории прибыло довольно много народу, которые восстали против центрального правительства в Лхасе, были разбиты и вот уходили на восток. И в боях с ними Джангот Хао потерял до трех четвертей своих бойцов и пришлось все-таки бросать эти территории, уходить на север. 6 июня 1936 года по приказу Коминтерна свой ЦК он также был вынужден распустить и в итоге пришел на Севершенсе только через год после Мао Цзэдула к концу 1936 года. Тогда же, кстати, в Янань пришли остатки второй армии Хэлуна, которые также пробивались самостоятельно и у него из 20 тысяч осталось 4 тысяч человек. Что касается Джангот Хаута, он стал заместителем Мао Цзэдула в военном совете вместо Дэн Сяопина, остатки его армии порядка 22 тысяч человек были брошены на прорыв в сторону Синьцзян, поскольку Синьцзян тогда контролировался, мы потом про это поговорим губернатором Шэн Шэцаем, у которого были очень хорошие отношения с Советским Союзом, соответственно, в принципе, идея пробиться в Синьцзян и обеспечить контакты с этой территорией было очень полезно и это могло бы увеличить советскую помощь, которая иначе была возможна только редкими самолетами, но между Янанем и Синьцзян были территории, которые контролировали мусульмане, в частности, очень яркий генерал Мабуфан, который, собственно, делал этот план практически самоубийством. Так и вышло. В тяжелейших боях, причем остатком войск Джан Готхао не посылали подкреплений и не разрешали отойти, в итоге в живых и в строю осталось всего 427 человек, значит, этих 21 800. Соответственно, никакой армии у Джан Готхао своей уже больше не было, поэтому в апреле 1937 года он вылетел из Янани и прибыл к Чанкайши, где в мае 1937 выступил с обращением китайского народа, в котором обвинил Мао Цзунун и Компартию Китая в узкой партийности, в предательстве интересов народа, после этого был, естественно, из партии исключен, жил в Чунтине, зарабатывая очень немного аналитикой о коммунистах для тайной полиции Дайли, 49-го года жил в Гонконге, 68-го года в Канаде, умер в 79-м году, в конце жизни приняв христианство, и это вот такой тоже один из лидеров Компартии Китая, который не сумел реализоваться во многом из-за того, что столкнулся на своем пути с Мао Цзудуном. В итоге, если говорить о этом самом длинном походе, первой колонной первой армии, которую командовал Мао, был пройден порядка 6 тысяч километров. Некоторые считают, что скорее правильно говорить про 9-10 тысяч, но Мао Цзудун лично всегда говорил про 25 тысяч ли, то есть примерно 12500 километров, и эта цифра, в общем, является такой официальной, она была популяризирована в книге американского журналиста Эдгара Сноу, которая называлась «Красная звезда над Китаем». Он в 38-м году, в 37-38-м был в Янане, беседовал с Мао Цзудуном, по результатам этих бесед выпустил в 38-м году книжку, которая стала абсолютным бестселлером, была одной из первых книг о Китае, которую прочел огромное количество народу и очень много добавил в копилку популярности, как Компартии Китая в частности, так и Мао Цзудуну. В целом, это был с точки зрения пиара исключительно грамотный ход и очень важный этап в превращении Мао Цзудуна в, значит, политического лидера такого мирового масштаба и признанного лидера китайских прогрессивных сил. Из почти 100 тысяч, которые покинули Советскую Республику, до Янания дошло 7 тысяч бойцов. Повторюсь, опять же, в основном разбежались, они погибли, но и погибло тоже много. Красная Армия, которая слилась в итоге из 1-ой, 2-ой и 4-ой сократилась до 30 тысяч человек, а количество членов партии упало с 300 тысяч до 40 тысяч. Это были потери, конечно, совершенно грандиозные, но тем не менее, весной 36-го года в этот новый район, в котором удалось закрепиться, он был переименован в так называемый особый район Китая, центр находился в Янане. Его официальное название было пограничный район Шэйси-Нинся, Шэйси-Ганьсу-Нинся, потому что он находился как раз на границе трех провинций. И несмотря на то, что, как видите, по всем позициям, и количество штыков, и количество партийцев, везде все это было гораздо хуже, чем за несколько лет до того, тем не менее, это было место, где Компартии и Красной Армии удалось зацепиться, удалось перегруппироваться и выжить. И в дальнейшем, на протяжении следующих десяти лет, это был, собственно, главный центр Красного Китая, который, несмотря на все усилия, так и уничтожить и не удалось. Чанкайши нанес действительно коммунистам крупное поражение и уничтожил их базы вблизи своих территорий, но полностью не добил. и в общем, не исключено, некоторые считают, что это было сделано не только потому, что он не мог их добить, хотя действительно эта территория довольно далека от тех мест, где он мог свободно оперировать силами. Дело в том, что все это время, про которое мы с вами говорим, его единственный кровный сын, для китайца это очень важно, Дзян Дзинго находился в Москве, он в 27-м году официально отрекся от отца после шанхайской резни, закончил университет трудящейся Китая, в 29-м году закончил военно-политическую академию металлмачев, в 30-м году просился в армию или в Китай, но был отправлен на завод Динамо, в 31-м году стал председателем колхоза в селе Жоково между Москвой и Рязанью, в 33-м году работал на золотых приисках на Алтае, а с конца 33-го года находился в Свердловске, где работал на Уралмаше в механическом цехе, возглавлял местную газету за тяжелые машиностроения, в 35-м году женился на Фаине Пайтне Вахревой, которая родилась под Оршей, в белорусской семье, но во время Первой мировой семья перебывалась в Екатеринбург, и на момент, когда она вышла за него замуж, ей было 20 лет, она, даже 19, она была, собственно, работницей Уралмаше и комсомолкой на Тайване, потом она была известна как Диан Фан Лань. В декабре 36-го Диан Зинго вступил в партию, и в этот раз ему опять пришлось от отца отречься, но понятно, что он находился на территории, где в любой момент его можно было при журнении поединимости уничтожить, и многие считают, что Чан Кайши об этом, в общем-то, намекнули, и поэтому он последний шаг предпринимать не стал, хотя никаких документов, как вы понимаете, про это нет, поэтому это только догадки. Интересно, что в то время, когда старший сын, значит, Диан Зинго находился в Советском Союзе, второй приемный сын Чан Кайши Диан Вэйго, и тут надо сказать, что имена у них совершенно парные. Мы с вами когда-то говорили, что Дин это канон, а Вэй это апокриф, и, значит, в других концепциях, не концепциях, в других значениях. Дзин это вертикальная линия, это линия основы, да, в ткани АВэй это линия, это нить утка. Также часто они могут обозначать, Дзин, например, обозначает в городе улицы с севера на юг идущие, АВэй улицы с запада на восток, то есть это вот такие парные знаки. И по имени даже видно, что Чан Кайши не относился, по крайней мере, открыто, не относился к нему как к неродному сыну, и всю жизнь АВэй практически считалось, что он родной. Сын только в 88-м году, он там за 10 лет до смерти, он признался, что он знает, что он приемный. Он был сыном одного из друзей Чан Кайши Дай Дзит Хао и японской девушки. И поскольку Дай Дзит Хао, в общем, видимо, с некоторым основанием считал, что это может повредить его браку в Китае, то он попросил Чан Кайши воспитать сына, что тот и сделал. Так вот, Дян Вейго с 1935 года учился в Германии и был танкистом. В качестве командира танка в 1938 году участвовал в Аншлюсе Австрии, дослужился до лейтенанта вермахта и был отозван в Китае накануне вторжения в Польшу, которым он тоже должен был участвовать, но не участвовал. То есть, видите, вот два сына, два совершенно разных опыта. Это, конечно, тоже, на мой взгляд, любопытно. Что касается Компартии Китая, то немаловажным итогом Великого Похода было, конечно, и то, что в ходе него очень сильно поредела Старая Гвардия КПК. И очень многие главные противники Мао Цзэдуна сошлись с дистанции и растеряли авторитет, который до этого у них был, как из-за, военных поражений, которые почти все Мао Цзэдуну удалось переложить на бугу, например, и наоборот объявить себя главным, значит, придумывателем удачных решений во время Великого Похода, если они вообще были. То есть, он объявил себя именно тем, кто спас партию и армию. И, в общем, многие были склонны к ним согласиться. В 1935 году о Мао Цзэдуне впервые вышла статья в «Правде». Он там был назван вождем китайского народа. Это немало. Ван Мину, который до этого казался гораздо более актуальным претендентом на пост главы Компартии, предъявить таких боевых заслуг, как у Мао Цзэдуна, было бы нелегко. У него их не было. И поэтому, конечно, в карьере Мао Цзэдуна вот этот длинный поход, это, пожалуй, вот ключевой момент, когда он из одного из многих лидеров партии превратился в практически лидера, никем, чьи позиции никем не оспаривались. Вообще, длинный поход это, пожалуй, главный пункт такой мифологии китайской Компартии, китайской Красной Армии, потому что такой вот самый эпический сюжет, в котором масса тяжелейших испытаний и чудесных спасений, и в итоге избавление от врага и победа, все это очень хорошо с эпической точки зрения, и даже сейчас туристические маршруты по пути этого великого похода, они очень популярны, потому что, действительно, там масса очень красивых мест, и хотя многие из этих испытаний, чудесных избавлений, видимо, чистый фикшен, но, тем не менее, вот результат был скорее позитивный, как для партии в целом, так и особенно для Мао Цзэдуна. Однако, вернемся к, на немножечко вернемся к внешнему врагу. В Японии нарастало влияние политиков, которые были сторонниками войны, все сильнее становились воинственные радикалы из Союза молодых офицеров, которые действовали с опорой на ту или иную фракцию в Генштабе. Одна из фракций считала, что нужно нападать на Советский Союз, другая фракция считала, что нужно нападать на Китай, впрочем, эти и другие хотели усиление роли армии, устранение политиков гражданских, которые хотели мира. В 1931 году были предприняты две попытки государственного переворота. В мае 1932, как мы уже с вами говорили, 11-ю выстрелили был убит умеренный премьер-министр. Между прочим, также целью заговора был Чарли Чаплин, который в это время у него гостил. Предполагалось, что если убить Чарли Чаплина, то это вызовет обострение отношений с Соединенными Штатами, чего сторонники войны очень хотели. Но он, в бою с УМО и поэтому уцелел. Интересно, что лидеры всех трех попыток отделались сравнительно легко, поскольку их прикрывали из генштаба и во многом из дворца. Еще одна попытка переворота случилась в 1934 году, а в феврале 1936 довольно масштабный офицерский путь произошел. Был убит министр финансов, чудом уцелел премьер, еще погибло несколько человек. В итоге этот путь пресечен был довольно жестко. было повешено 17 офицеров и двое гражданских, в том числе, например, Кита Икки, который некогда был среди основателей Тунман Хоя и другом Сунзяо Женя, который, помните, должен был возглавить правительство в результате победы коменданта на выборах 2013 года. Но вот тогда Кита Икки был социалистом, а за это время он дрейфовал к тому, что стал одним из главных сторонников идеи японской исключительности, пропаганды войны и так далее. После казни, тем не менее, правительство сменилось, усилилась роль армии. В конце 1936 года Япония подписала с фашистской Германией и Италией так называемый антикоминтерновский пакт, то есть вошло в состав держав Айси, которые, правда, тогда еще так не назывались, но привело это к тому, к чему это в итоге привело. Надо сказать, что на границе с Китаем сторонниками войны часто, причем часто по собственной инициативе устраивались провокации. Вот в рамках одной из них, в частности, Джанс Фюлян потерял провинцию Жехэ, мы с вами про это говорили. Чен Кайши пытался максимально это, максимально не допустить эскалации конфликта и в частности 10 июня 1935 года было заключено так называемое секретное соглашение Хэ Умэдзу по, значит, фамилиям министров, которые представляли, соответственно, Китай и Японию, по которому Чан в обмен на обещание Японии нормализации отношений соглашался на вывод основных китайских вооруженных сил из провинции Хэбэй, после чего Бэйпин, то есть Пекин практически оставался беззащитным, а также соглашался закрыть антияпонские организации. Собственно, так вот закончилась история синерубашечников, которой, конечно, очень интригующий, но, в общем, ничего особенного сделать не успели. Он был готов практически на все, лишь бы по возможности война не случилась, да, и здесь он был вполне последователен, и в данной ситуации в 1935 году он во многом, видимо, опять надеялся все-таки дожать коммунистов, это немножко противоречит нашему с вами тезису о том, что, может быть, его пугали судьбой сына, потому что вот в 1935 году он явно намеревался опять собраться с силами, чтобы ликвидировать вот этот вот особый район вокруг Янани. В начале 1934 года по просьбе Ченкайши из-за границы вернулся Джан Сюэлян, который был восстановлен на посту командующего Северо-Восточной армией, боролся с вооруженными силами КПК в Хунань, Аньхубэй и Аньхуэй. С осени 1935 его ставка размещалась в Сиане, собственно, он командовал войсками, которые должны были окружить и уничтожить особый район вокруг Янани. При этом, в отличие от Ченкайши, Джан Сюэлян совершенно не считал, что коммунисты это главный враг. Он как раз считал приоритетным борьбу с Японией, в этом можно понять, он, собственно, из-за японцев потерял свою родную Манчжурию, и в этом, кстати, его поддерживал не только его начальник штаба Янху Чен, но и состоявший с ним в переписке Ян Си Шань. Весной 1936 года Джан Сюэлян начал вести тайные переговоры с Компартией, обсуждая перспективы создания единого антияпонского фронта, который будет поддерживаться СССР. И здесь СССР был очень заинтересован из Советского Союза и лично Сталина в том, чтобы Компартия Китая нашла общий язык с Чен Кайши, после заключения, особенно после заключения антикоминтерновского пакта, в общем, была, конечно, очень заметно росла. Джан Сюэлян во время этих переговоров даже подал заявление о вступлении в Компартию. Стороны пришли к соглашению, что, значит, надо работать вместе и в течение нескольких месяцев поддерживали секретные контакты, имитируя боевые столкновения, чтобы, значит, Нанкин ни о чем не догадался. 4 декабря 1936 года в Сиань прибыл Чен Кайши, который планировал, значит, общее наступление на позиции Красной Армии. Джан Сюэлян попытался убедить его в своей правоте, но это не вышло. И 10 декабря на Общем военном совете Чен Кайши огласил план начала наступления и пригрозил Джан Сюэляну и Ян Хучену отстранением от командования в случае, если они не повинуются. После чего Джан Сюэлян решился на шаг, который стал известен как Сианьский инцидент. А именно, в 5 часов утра 12 декабря отряд войск Джан Сюэляна во главе с командиром его личной охраны взял штурм в гостиницу горячих источников Хуа Цинь Ши. Это близ Сиане, это такие горячие источники, где любил купаться Ян Гуй Фэй. Там даже сейчас, значит, есть тематический парк с этим связанным. А тогда там остановился Чен Кайши. Чен пытался бежать, но был арестован вместе с рядом приближенных и офицеров. После чего Джан Сюэляна и Ян Хучен отправили нанкинским властям и командирам соединения НРА телеграмму, в которой требовали прекращения гражданской войны, освобождения политических заключенных, отставки прояпонских политиков и единения перед лицом общего врага. Причем Чен Кайши, которому было предложено эту телеграмму подписать, решительно отказался, объявил голодовку и сказал, что он, значит, лучше умрет, чем согласиться. Предполагалось, что захват Чен Кайши как-то парализует силы республики, но этого не произошло. Наоборот, нанкин мгновенно объявил в стране чрезвычайное положение, начали стягивать войска для удара по армии Джан Сюэляна, причем сторонником максимально быстрого и максимально жесткого военного решения был, например, Ван Зинвэй, который в этот момент говорил, что Компартия действительно главный враг, потому что они проводят политику Советского Союза и поэтому может быть, лучше даже с японцами заключить союз против КПК, чем, соответственно, наоборот. От быстрых действий его удержала Сун Мэйлин, которая, видимо, поняла, что в этом всем для Ван Зинвэя гибель Чен Кайши при подавлении мятежа может быть даже самый главный приз. Поэтому, значит, она все-таки удержала его от генерала во слишком поспешных решений. Многие в окружении Джан Сюэляна и, кстати, в Компартии считали, что раз Чен Кайши не идет на сотрудничество, надо его убить. И многие, между прочим, Мао Цзэдун, скажем, Джудэ, очень за это боролись, потому что, конечно, это было бы устранение влиятельного врага и в гражданской войне был бы хороший ход. Однако, в этом случае единый фронт, конечно, не получился. Москве в это время нужна была не победа Компартии в гражданской войне, а единый фронт. Поэтому Москва вмешалась в ситуацию. 14 декабря в «Правде» вышла статья, которая осуждала авантюр Джан Сюэляна и, как ставящую под угрозу единство Китая выгодную лишь японским агрессорам. 16 декабря в Сиань для ведения переговоров Чен Кайши прибыл Джо Уинлай. 22 декабря туда же приехала Сун Мэйлин с целью, чтобы, значит, повлиять на муж и сделать его тоже более сговорчивым. И, наконец, 24 декабря состоялись переговор Чен Кайши и Джо Уинлай. Было достигнуто секретное соглашение о том, что гражданская война будет прекращена. Коммунисты признают Чен Кайши национальным лидером. Красная армия станет частью национальной революционной армии. Советское правительство перестанет быть советским правительством, а станет просто правительством региона этого района Шэньси, пограничного района Шэньси, Ганьсу, Нинся. И все это произойдет в обмен на общие антияпонские действия и прекращение соответственно гражданской войны. В это время всем вполне очевидна была аналогия с Народным фронтом в Испании, где республиканские силы как раз тоже всем предлагали союз и мир в обмен на то, что мы вместе воюем с фашистами. Но на самом деле это скорее в Испании это было сделано с оглядками китайский опыт, потому что в Китае идея Единого фронта восходила значит не даже ни к предложению Ванмины после отторжения Манчжурии, а еще ко временам сотрудничества Компартии Китая и Гоминьдана при жизни Суньи Цена и сразу после. Соответственно это скорее вот это тоже тогда называли Единым фронтом. По-китайски видите это называется Гугу Ухэ Цзо, то есть сотрудничество во время объединения страны. Никакого фронта там в китайском термине нет. 25 декабря Чанхайши вылетел в Луян оттуда в Нанкин, забрав с собой Джанс Фюляна, который добровольно сдался на его милость. В Нанкине Джанс Фюлян военным трибуналом был лишен чинов и званий. Ему это время напомню было 35 лет. Его армия была расформирована, сам он помещен под домашний арест и в дальнейшем он прожил жизнь как такой персональный узник Чанхайши. В 49 году его вывезли на Тайвань и там он в принципе жил неплохо. Он изучал историю, философию, ходил в ту же методистскую церковь, что и Чанхайши с женой, но оставался под арестом даже после смерти Чанхайши. Его выпустили только летом 90-го года, когда, значит, потому что ему уже было очень много лет. В 93-м году он уехал на Гавайи, там много общался с прессой, оставил интересные воспоминания. Его много раз просили, предлагали переехать в КНР, где он имеет статус национального героя, патриота и вообще молодца, но так никогда и не приехал. Умер он удивительно недавно, в 2001 году, ему было 100 лет, из которых, соответственно, 54-е он находился под арестом. И вот для 20-го века это, конечно, история прямо удивительная. Что касается Янхучена, то сначала ему повезло больше. Он оставился в своей армии, достать его было трудно. Только в апреле 37-го года он согласился уйти в отставку, уехал в Европу. Когда началась Японо-Китайская война летом 37-го года, то он вернулся и тот был арестован и тоже содержался при Чанкайши в качестве, значит, такого личного пленника, но ему повезло меньше. Его Чанкайши не приказывал, значит, увозить на Тайвань, поэтому 6-го сентября 49-го года он, его сын, дочь, секретарь, женой, дочерью, адъютант и охранник были по приказу Чанкайши в Чунтизе зарезаны. Их трупы были растворены в азотной кислоте. И вот так во многом кончилась эта история. Что касается Единого фронта, то некоторое время результаты переговоров оставались тайные. Например, в феврале 37-го года в Нанкине прошел третий пленум ЦИП Гоминдана, которому были переданы требования Компартии о Едином фронте, освобождении политических заключенных, предоставлении прав забастовок и разрешения создания антияпонских вооруженных отрядов. Пленум это предложение отверг и принял очень такую резкую антикоммунистическую резолюцию. Ну, потому что соглашения были секретными и многие считали, что, может быть, Чанкайши все-таки от них откажется, поскольку они были заключены под давлением. Но на самом деле в том же феврале начались настоящие переговоры о создании Единого фронта. В знак одобрения курса Чанкайши 25 марта 37-го ему из СССР вернули Дзян Дзинго, который, кстати, незадолго до этого был арестован за свои когда-тошние троцкистские проступки. И почти все остальные, которые были арестованы по этому делу, кстати, в этом Ван Мин принял довольно неприятное участие, почти все остальные китайцы были расстреляны. А вот Дзян Дзинго был освобожден и отдан отцу. В июле 36-го года было объявлено о создании второго Единого фронта. Первый, значит, с 24 по 27-й год это второй. И японцев, вероятно, такое сплочение могло волновать. И поводов для эскалации у них хватало. Не только поводов, но и возможностей, потому что к лету 37-го года на территории Китая, не Манчжурии и не, значит, Квантунской области находилось до 15 тысяч японских войск. Якобы по боксерскому протоколу они контролировали железные дороги, всякие стратегические моменты, стратегические точки. И, конечно, это было вполне достаточно для того, чтобы начать большую провокацию, а может быть и не провокацию. Но вот как это будет происходить дальше, мы с вами постараемся разобраться в следующий раз. А сейчас я готов ответить на вопросы, если они появились. Здравствуйте, еще раз. Большое спасибо за лекцию. Да. Так, слышно? Ага. Вот, несколько вопросов. Первый, очень интересно вот по поводу тех предложений, которые сделала Япония, и которые были отверганы, вот тезисы, что все расы равны. просто интересно, почему это не было принято, и что это могло вообще повлечь, если бы такое предложение приняли? Ну, видите, что бы это могло повлечь, это интересно, но в тот момент, просто когда Япония это предложение сделала, было довольно много еще государств, в частности, как раз Австралия, где расовое неравенство было в основе государства, да, это было включено в их конституции, соответственно, они были совершенно не заинтересованы в том, чтобы это пересматривать. И, ну, собственно, мы же с вами помним, да, там у нас какая-нибудь ЮАР сравнительно недавно прекратила быть государством, где расовое неравенство было основой государственного порядка, поэтому здесь скорее просто среди западных держав было некоторое количество государств, которые еще пока жили в условиях расового неравенства, надо сказать, что даже например, в Британской империи были такого рода, то есть в самой метрополии этого не было, но, например, в том же Гонконге совершенно законодательно были разницы между европейцами, белыми и китайцами, часто китайцам не везде разрешалось селиться, да, там после эпидемии чумы было запрещено в ряде районов китайцам селиться, это было именно с точки зрения разных прав рас, да, то есть это еще была вполне живая концепция, в этом плане японцы шли немножко впереди, да, то есть понятно, что, например, ну, откровенно говоря, ведь даже в Америке в то время было еще очень много рецидивов расовой неполноценности, в частности действовал, например, вот этот акт об исключении китайцев, да, о том, что китайцам нельзя приезжать, нельзя эмигрировать в США, потому что они китайцы, да, то есть, ну, просто в тот момент даже западные державы были не готовы к такому роду декларациям, до этого еще нужно было несколько десятилетий дожить, и они просто посчитали, не нужно пересматривать свои, может быть, они даже понимали, что это уже некая архаика, и в какой-то момент нужно будет от этого отказаться, но им не хотелось из-за предложения Японии как-то вот для себя каких-то неудобств делать резкие движения, и более того, ну, действительно, к сожалению, я думаю, что большинство политиков, которые Лигу наций создавали, там были всякие прекраснодушные люди, типа там Вудро Вильсона, который вот был за то, чтобы во всем мире был мир, и все маленькие нации были теми же возможностями, что и большие, но основная масса естественно искренне считала, что нет никакого равенства расы, поэтому что об этом разговаривать, это просто смешно. Тут вот скорее такая какая-то была ситуация. Конечно, интересно было бы, если бы у Японии было больше влияния, если бы это удалось провести, может быть, это, наверное, имело бы какие-то позитивные последствия для мира, которые потом, это, собственно, случилось, когда все-таки всем стало понятно, что так жить нельзя, и сейчас для нас это просто странно, да, такая постановка вопроса, но тогда, к сожалению, да, там, сто лет назад мир отличался от того, что мы видим сейчас. Спасибо. Еще вопрос такой по поводу Маньчжурии. Вот как само население относилось к тому, что на основе их территории было создано это государство, и как они отнеслись к Пуи и вообще, ну, и к японцам? Ну, видите, у нас, к сожалению, особенно нет никаких данных. То есть, вот эта комиссия Бульверлиттона, они там пытались какие-то опросы проводить, и по их данным получалось, что в основном, в общем, никто не в восторге, но не настолько, чтобы какие-то активные действия предпринимать. То есть, они, с одной стороны, Маньчжурия все-таки до этого была довольно отдельно от Китая, но в целом, они как раз комфортно себя чувствовали как граждане Китая, они в основном были китайцами, и поэтому вот это вот, то, что они вдруг оказываются в новом государстве, которое еще такое очевидно, значит, марионеточное, прояпонское, большинство населения не было в восторге от этого, по крайней мере, в начале, но не настолько, чтобы с этим деятельно бороться. И, собственно говоря, на протяжении всего вот существования, да, до 45-го года никаких крупных выступлений, хотя там пытались организовать там коммунистическое подполье, в общем, значимых крупных выступлений, по-моему, в Маньчжурии не было. Это во многом следствие того, что в Японии вообще был жесткий порядок, и они за этим всем следили, чтобы этого не допускать, но, в общем, так или иначе, никакого значимого подполья и каких-то крупных организаций антиправительственных в Маньчжурии не было. Вот. А, понимаете, к сожалению, у нас нет возможности провести там какой-нибудь хороший соцопрос. Было бы, конечно, интересно понять, особенно в динамике, потому что там все-таки ввелась мощная пропаганда, ведь там 10% было членами этой, значит, партии гармонии. Было бы любопытно понять, как они в каком-то там 42-43 году, насколько они изменили свое представление, как они к этому всему относились. Все-таки это еще и, я так понимаю, что в Маньчжурии таки был, например, гораздо выше уровень жизни, чем в остальном Китае, особенно потом в условиях войны. Ну, вот мы, к сожалению, точно не знаем. Но на начало вот есть некоторые данные, что, в общем-то, прямо-таки тех, кто ликовал, особенно не было, потому что всем было понятно, что это просто такая имитация государства, и ждать, что из этого вырастет что-то такое настоящее, в общем, было действительно довольно доивно. Кстати, очень многие, очень многие сторонники Пуи, вот такие ближайшие, которые вначале бы очень были, особенно монархисты, которые, ну, наконец-то случилось, да, то, что там со 12-го года все думали, как бы вернуть, значит, империю, вот вроде бы она случилась, и опять династия на троне, но очень многие в ближайшие там первые несколько лет разочаровались, и многие уехали, кто-то там умер, потому что, ну, в общем, стало понятно, что это, конечно, никакое невозократие, рождение империи, а просто такой какой-то японский проект. Спасибо. Еще вопрос, вот на тот момент, у меня еще два вопроса получается, вот этот, на тот момент, когда создавалось государство, империя маньчжурская, у Японии какие были планы? То есть вы сказали, что Япония хотела создать какое-то другое китайское государство, то есть было достаточно, чтобы рядом было государство, которое было ближе, ну, как сказать, по интересам к Японии, или хотели все-таки территориальных завоеваний? Ну, смотрите, собственно, задача-то, конечно, было поставить под контроль, и там были довольно большие планы использования всяких природных богатств, потому что Маньчжури очень богато там всякими полезными скопами, которых в Японии нет, и сельскохозяйственной колонизации, там вот туда отправлять колонистов из перенаселенных районов. Другое дело, что просто они, чтобы, видимо, слишком сильно не раздражать мировую общественность, они вот приняли решение не как с Тайванем и Кореей не объявлять это колониями, да, часть Японской империи, а создать вот такое квази-государство, которое вот, ну, да, оно такое, наш союзник, но это их личный выбор. То есть здесь все-таки главной задачей было создать вот такой буфер на границе с Китаем и с Россией, с Советским Союзом и как часть, де-факто, часть Японской империи и как вот такую возможность, если что, там, оба другое идешь. Как только у них это получилось, то они, если до этого было много политиков, которые говорили, что на этом мы остановимся, то сруже появилось, что если так хорошо получилось, давайте продолжать дальше. Но мы с вами увидим, что дальше японцы тоже шли по пути создания вот таких квази-государств. То есть вот это был просто, ну, такой способ включить это все в японскую сферу влияния, ну, не слишком откровенно, да, то есть без таких открытых, без открытой аннексии вот создание таких квази-государств, которые, ну, какой-то части общества позволяли считать, что вроде как мы не японцем служим, а у нас тут просто другой режим, и там, как бы вот в рамках китайской политической экономической истории, это был такой немножко более мягкий способ. Но в целом, конечно, в основном была задача не создать, какой нужно Китай, а создать, какой нужно Китай, который будет при этом, конечно, прояпонским. в основном, это был, ну, такой вот способ, да, способ создания псевдо-государств, который, ну, мы часто видим, это бывает и сейчас в качестве путей решения своих задач. Спасибо. И последний вопрос по поводу, вот, КПК, когда коммунисты закреплялись на территориях, вот, очень интересно, как они выстраивали управление, и что у них было, как бы, от коммунистов, вот, помимо названия? Вы знаете, довольно много, особенно про особый район есть довольно много литературы, тем более, там было много и всяких советских представителей, которые там, нет, они как раз были довольно последовательными в реализации, там у них были разные стадии, например, в проведении земельной реформы, там, когда какой-то момент там сильно резали помещиков, в какой-то момент не сильно резали, но, в принципе, они в основном были в русле вот предыдущих, там вот то, что, к чему призывала кантонская коммуна, то есть они пытались, коллективизацию, по-моему, не проводили, но так, вот, так сказать, да, там всякое условное раскулачивание, обществление земли, распределение земли от богатых к бедным, то есть это не то, чтобы они пытались как-то мягко управлять, чтобы расположить себя на селе, нет они, я так понимаю, что в Янане, может быть, было немножко помягче, чем, например, вот в Жуйдине, где до того находилась Советская Республика, и, конечно, мягче, чем, например, вот это Хайлуфенский Совет, где там реально был такой красный террор, что прямо ой-ой-ой, но все равно это было такое вполне последовательное, так вот, как в Советском Союзе, такое, они пытались такую советскую власть с советами, с соответствующей земельной административной политикой, здесь они, в общем, на компромиссы особенно не шли, и там поэтому, кстати, было интересно, то есть там, с одной стороны, много народу оттуда пытались бежать, с другой стороны, кто-то туда приезжал, то есть это такая была интересная очень, этот особый район, поскольку он еще довольно долго просуществовал, но про него есть много довольно литературы, и, кстати, с точки зрения дальнейшей истории партии это был очень важный период, потому что Новая Шейнси, это, в частности, например, довольно бедный регион, поэтому они в основном все жили в пещерах, это там такой, значит, типичный для этого, для этой местности архитектура, и в дальнейшем очень многие там какие-то внутрипартийные отношения, они иногда объяснялись там, например, где находились вот в этот Янаньский период, они там были соседями по пещерам, или у них пещеры были в разных местах, это потом все всегда учитывали, когда анализировали какие-то хитросплетения там в 60-х, в 70-х годах, потому что вот это был момент, когда они так взаимодействовали в таком очень тесном режиме, потому что на самом территории была небольшая, народ был не очень много, но практически все вот видные деятели Янаньского времени, они если выжили, то потом они стали как бы вот стали руководителями в таком партии, поэтому это такой важный этап для изучения. Так. Понятно, спасибо. Что там, интернете есть что-нибудь? Почему западные страны не предпринимали никаких активных попыток остановить Японию, ведь ее агрессия в Китае напрямую затрагивала их интересы, политику открытых дверей США, например? Ну, видите, во-первых, я думаю, что они считали, что это не затрагивает их интересы, потому что японцы как раз очень аккуратно себя вели, чтобы максимально не задеть, даже когда вот столкновение в Шанхае, они, значит, максимально аккуратно себя вели, чтобы не задеть никакие другие иностранные концессии и как бы воевали только с Китаем. А поскольку режим Чанкайши многим казался все-таки слишком радикальным, он часто говорил про то, что нужно динамсировать эти неравноправные договоры, то я думаю, что некоторое количество считало, что может быть ослабление режима Чанкайши в Китае это на самом деле не так уж и плохо, а усиление Японии тоже не так уж и плохо, потому что может быть порядка будет больше типа. Но на самом деле самое главное, конечно, что все-таки мы с вами давайте вспомним 30-е годы в мире, это главный страх это война, и никому не хочется воевать. Собственно говоря, у нас тогда же дали укрепиться Гитлеру, именно по тому же, что никто не хотел с ним воевать, вообще никто не хотел воевать, казалось, что это абсурд и нужно максимально сохранять мир. Здесь вот Чанкайши просто нужен был мир, чтобы коммунистов победить и вообще свою власть укрепить, а Западу нужен был мир вообще, никто не собирался с Японией воевать из-за какого-то Китая, Китай был вообще никому не интересен, тем более, что действительно, еще раз повторюсь, режим Чанкайши мало кому казался идеальным и тем, который стоит как-то серьезно защищать. Казалось, что это какие-то сугубо региональные разборки, но Япония опять там откусят от Китая кусок, ну, раньше откусывал, ну и что? Нет никаких ни обходящих, вот, Лига наций там немножко вмешалась в рамках своих очень малых полномочий, ну и все. Казалось, что никаких проблем для других держав это, в общем-то, не вызовет, по крайней мере, в ближайшей перспективе. Мне кажется так. Все хорошо тогда. Если все, то спасибо и, значит, до следующего, до следующего раза. Субтитры создавал DimaTorzok